Музыка Однажды в одном из региональных городов я увидел, как утилизируют компьютерную технику. Ее привезли из какой-то организации на свалку, высыпали, и вот начали давить мониторы и корежить системные блоки. Треск, шум, и через пару минут ничего не осталось. Я смотрел на эти компьютеры и вспоминал свой первый компьютер. Я родился и вырос в Караганде. Меня воспитала бабушка. Мама работала. Денег на компьютер не было. Я всегда увлекался эти технологиями, но для того, чтобы сделать что-то самому на компьютере, мне нужно было идти в интернет-кафе. После армии стал работать слесарем, локомотивы ремонтировал, но денег на компьютер так и не накопил. Приобрел его в кредит. Когда я увидел раскореженную технику и вспоминал свой первый компьютер, наверное, именно тогда и подумал, что у этих компьютеров может быть второе дыхание, новая жизнь. Но я продолжал работать в качестве системного администратора, главного специалиста в области IT, потом занимался бизнесом. И именно как бизнесмен, наверное, я почувствовал, что я могу не только зарабатывать, но, наверное, и отдавать. С супругой организовали несколько благотворительных акций, но тогда это еще не было какой-то сверхидеей или смыслом. Я хотел связать свои специальности, свои навыки как IT-специалисты с моим желанием делать какие-то полезные дела для тех, кто рядом. И вот в октябре прошлого года я опубликовал на Facebook пост. Написал, что хочу собирать старые компьютеры и дарить их тем семьям, тем детям, у которых их нет, и родители которых лишены возможности приобрести их. Поначалу откликов было немного. Я собрал свой первый ноутбук за неделю и подарил его одной девочке. К тому моменту она перенесла несколько тяжелых операций по онкологии. Это был для нее такой большой восторг. Что значит дать вторую жизнь старой технике? Где-то нужно поменять или поставить оперативную память, жесткий диск, процессор, блок питания, заменить матрицу на ноутбуке, заменить клавиатуру. В других ситуациях смазать, прочистить от пыли, установить бесплатный антивирус, установить бесплатное программное обеспечение, которое поможет пользователям, например, мультфильмы смотреть, рефериаты для школы готовить, рисовать. И эта идея дать второе дыхание очень стала понятной для людей. Мне привозят технику обычные простые люди. Купили новый компьютер, а старый можно и отдать. Компьютеры стали также привозить и организации. Но чтобы понять, куда и кому их отвозить, была небольшая схема. Сначала я обратился в один из государственных детских домов, но меня там перебили и спросили, а компьютеры у вас не очень старые. В общем, не очень довольны были моим предложением. А мне действительно хотелось, чтобы компьютеры не простаивали, чтобы на них действительно работали. В другом из детских домов, уже не государственных, мою идею поддержали. И сказали, что компьютер вручат победителю конкурса, который там проводился. И кто из детей действительно хочет получить этот компьютер, должен прочувствовать это и постараться. И это будет его персональная победа и персональный компьютер. Также мою идею поддержали и журналисты. На телеканале Хабар есть передачи, где исполняют мечты ребят из детских домов. И у одного из воспитанников детского дома была такая мечта – собственный ноутбук. Этот ноутбук, который мы ему привезли, стал самой дорогой его личной вещью. Но если детские дома нередко получают в подарок гаджеты, там есть компьютерные классы, то для многодетных семей это уже большая роскошь. Вокруг моей идеи в социальных сетях образовалось небольшое сообщество. Волонтеры рассказывали истории многодетных семей. Кто-то ходил по школам, просили списки нуждающихся семей. Помню, мне рассказали одну историю, где мать воспитывает пятерик своих детей и еще троих детей своей умершей сестры. А детям нужно учиться, и компьютер – это сейчас совсем уже не роскошь. Если у вас есть дети, и вы, наверное, видели учебники новые, то, наверное, знаете, что там опубликованы дополнительные материалы на каналах в YouTube, например. А как посмотреть это, если у вас нет компьютера и нет интернета? Еще в 2016 году Совет по правам человека ООН приравнял право на доступ к интернету к базовым правам человека. То есть есть, к примеру, право на жизнь, право на свободу и право на доступ к интернету. Доступ к новым технологиям, к знаниям – это огромный значок для личного развития. Сейчас дети, у которых есть доступ к интернету, быстрее учат иностранные языки. Ребенок, у которого есть интернет и компьютер, сейчас может спокойно в 4-5 лет уже редактировать фотографии, снимать и монтировать видео. И вы понимаете, какая цифровая пропасть между теми людьми, у которых есть такие возможности, и которые лишены их. С интернетом, с недавнего времени, стала помогать одна компания – сотовый оператор. Теперь компьютеры мы отвозим уже семьям с новыми модемами. И очень сложно описать вот это чувство удовлетворения. Когда мы привозим компьютер, вокруг него сразу собирается вся семья. Там и дети мало-мало меньше, и бабушку ведут, и уже что-то сами пытаются сделать. Развожу компьютеры. Я сейчас на такси. Машины у меня, к сожалению, нет. А также друзья из социальных сетей, которые бывают свободны, помогают мне отвозить технику в новый дом. Бывает иногда, что в начале, когда созваниваемся с родителями, многие относятся к моим словам, что мы привезем компьютер как-то с недоверием. Была одна семья, где девочка занимается из-за болезни на дому. Мы привезли компьютер, и мать до последнего не верила, что мы оставим им компьютер в подарок. Думала, что мы после съемок и общения с журналистами заберем его назад. Вы не представляете, как много отзывчивых и добрых людей живут вместе с нами. Была одна семья, где мальчик также, в принципе, тоже занимается дома из-за болезни. Мы привезли компьютер, но там стало сразу понятно, что там нужна и другая помощь. Я написал об этом пост, люди откликнулись, были организованы людьми сборы. Через несколько дней люди привезли одежду, продукты питания, собрали деньги на лекарства и даже привезли холодильник. Спасибо. Для меня самым сложным, скорее всего, было общение с больными детьми. Там радость больше всего выражают родители, а дети замкнуты. Они терпят боль и не всегда могут выжить те чувства, которые испытывают. Ту девочку, которой первой я подарил ноутбук, к сожалению, не удалось спасти. Она умерла через несколько месяцев после того, как первый раз села играть за своим ноутбуком. Может, наверное, возникнуть такой вопрос. Зачем дарить тогда компьютеры детям в онкологию? Вы знаете, это была минута радости той девочки, которая умерла. И этот компьютер, и эта радость немного продлили ее жизнь. И я продолжаю отвозить компьютеры в хоспис и детям, которые после операции и терапии приходят в детство. И это такой мостик к новому в их жизни. И очень хочу, чтобы кто-то из детей дальше связал свою жизнь с IT-технологиями. Так уже произошло с мальчиком из детского дома. Арнат его зовут. У него клапан на сердце, инвалидность. И понятно, что ему будет трудно найти работу, физическую работу, где нужен физический труд. Но компьютер сейчас делает его возможности безграничными. Он занимается созданием и продвижением сайтов. За полгода моей работы я развез 50 компьютеров. Много это или мало? Наверное, если учитывать, что за компьютером собирается 8 человек, то это, в принципе, немало. С другой стороны, если посчитать всех детей в Алма-Аты, которым нуждается персональный компьютер, то это мало. Но мне кажется, это то, что я как человек и мы как общество можем сделать сейчас для того, чтобы дать детям шанс развиваться и учиться. Мою идею подхватили в Злорде и Астане. Габит Злорды сейчас работает вахтовым методом. Когда возвращается домой, собирает компьютеры для малообеспеченных семей. Дархан с Астаны работает в крупной фирме. А новая жизнь для компьютеров – это теперь его общественная работа. Я больше 10 лет работал IT-специалистом, системным администратором. Но теперь знаю, что мое основное призвание – помогать людям. У меня есть желание и есть цель – открыть свой благодарительный фонд, где мы и моя будущая команда будем помогать людям. И это будет, наверное, скорее всего, второе дыхание. Друзья, вы все можете присоединиться к моей программе. Это будет значить, что у детей будут свои компьютеры, а у компьютеров будет новая жизнь. Спасибо. Спасибо.